Чтение слов всемогущего Бога о стремлении к истине Что значит стремиться к истине? 13. На предыдущем собрании мы в основном обсуждали и анализировали изречения традиционной культуры Берись за работу и трудись в поте лица до своего последнего дня Изречения и теории традиционной культуры, которые сатана внушает людям, неверны, как неверны и громкие слова, которыми он заставляет людей руководствоваться Напротив, они служат для того, чтобы ввести людей в заблуждение Сбить их с пути и затруднить мышление Конечная цель такого воспитания, внушения и влияния этих ошибочных идей и взглядов традиционной культуры Убедить широкие массы в необходимости подчиняться господству правящего класса И даже служить правителем с преданностью человека, любящего свою страну и партию Полного решимости защищать свой дом и государство Отсюда можно сделать вывод, что государство поощряет традиционное культурное воспитание Чтобы облегчить контроль правителей над человечеством и всеми этническими группами А также для дальнейшего укрепления правящего режима, гармонии и стабильности подконтрольного ему общества Как бы правящий класс не пропагандировал, не продвигал и не популяризировал традиционное культурное воспитание В целом эти изречения о моральном поведении сбивают людей с пути и вводят их в заблуждение Серьезно нарушая их способность отличать правду от лжи, добро от зла, правильное от неправильного, позитивное от негативного Можно также сказать, что эти изречения о моральном поведении полностью извращают понятия о черном и белом Смешивают правду с ложью и вводят в заблуждение общественность Заставляя людей обманываться идеями традиционной культуры В условиях, когда они не знают, что правильно, а что неправильно Что есть правда, а что ложь, что позитивно, а что негативно, что исходит от Бога, а что от сатаны То, как традиционная культура определяет всевозможные понятия и делит всех людей на хороших и плохих, добрых и злых Беспокоит, вводит людей в заблуждение и сбивает с пути В том числе ограничивая их мышление рамками различных изречений о моральном поведении, которые пропагандирует традиционная культура Так что люди уже не могут от них освободиться В результате многие люди охотно присягают на верность царям-демонам Хранят слепую преданность им до конца И остаются верными этому обету до самой смерти Такая ситуация сохраняется до сих пор И мало кому удается одуматься Хотя сегодня многие верующие в Бога способны осознать истину Существует немало препятствий Мешающих им принять истину и притворять ее в жизнь Можно сказать, что эти препятствия в основном порождены идеями и взглядами традиционной культуры Давно укоренившимися в их сердцах Люди усвоили их раньше И они по-прежнему доминируют Уже контролируя мысли людей Что создает множество препятствий И серьезное сопротивление на пути людей К принятию истины и подчинению Божьей работе Это один аспект Другой аспект заключается в том Что люди имеют развращенный характер Который отчасти обусловлен тем Что традиционная культура Вводит людей в заблуждение И развращает их Традиционная культура Сильно воздействует на представление людей о том Как измерять добро и зло Правду и ложь Она искажает эти представления И вызывает у людей Множество ошибочных понятий Идей и взглядов В результате люди оказались Не способны позитивно понимать положительное Прекрасное и доброе Законы всего сущего Созданного Богом И тот факт, что всем сущим управляет Бог Вместо этого люди полны представлений И всевозможных смутных и нереалистичных идей Таковы последствия разнообразных идей Которые внушает людям сатана С другой стороны Все разнообразные изречения Традиционной культуры о моральном поведении Это лживые изречения Которые развращают мышление людей Разрушают их разум И негативно воздействуют на нормальный ход мыслей Серьезно влияя на принятие людьми Позитивных вещей и истины А также на чистое постижение И понимание ими законов и правил Всего сущего Сотворенного Богом С одной стороны Разнообразные изречения Традиционной культуры О моральном поведении Нарушают правильное мышление Благодаря которому Человек отличает добро от зла А также ограничивает его свободную волю Более того Приняв эти разнообразные изречения О моральном поведении Люди стали лицемерными и фальшивыми Они умеют притворяться Вплоть до того Что называют оленя лошадью А черное Белым И выдают негативное Уродливое и злое за позитивное Прекрасное и доброе И наоборот И уже дошли до почитания зла Во всем человеческом обществе Независимо от эпохи и династии Люди в основном поддерживают И почитают именно эти изречения Традиционной культуры О моральном поведении Традиционная культура Старательно внушает людям Эти изречения О моральном поведении И находясь под их Все более глубоким влиянием Люди неосознанно принимают их За основы бытия И законы существования Люди просто принимают Эти изречения полностью И без разбора Считая их позитивными вещами Руководящими идеями И критериями того Как им следует поступать с другими Как воспринимать людей И все сущее Как вести себя И действовать Люди относятся К этим изречениям Как к высшим законам Позволяющим занять Своё место в обществе Добиться славы и престижа Заслужить уважение и почёт Возьмите любую группу Внутри любого общества Или нации В любую эпоху Люди, которых уважают Почитают и провозглашают Лучшими представителями Рода человеческого Это именно те Кого называют Образцами нравственности Какую бы закулисную жизнь Не вели эти люди Каковы бы ни были намерения И мотивы их действий Какой бы ни была Их человеческая сущность Как бы они На самом деле не вели себя И не поступали с другими И какова бы ни была Сущность людей Скрывающихся под маской Прекрасного Доброго и морального поведения Никто не думает об этом И не пытается до этого докопаться Пока эти люди Лояльны Патриотичны И демонстрируют Преданность правителям Окружающие боготворят И воспевают их И даже подражают им Как героям Поскольку видимое Моральное поведение Обычно используется Как критерий оценки того Является ли человек Добрым или злым Хорошим или плохим А также для оценки Его репутации Хотя в Библии Четко записаны Истории многих Древних святых И мудрецов Таких как Ной Авраам Моисей Иов И Петр А также истории Многих пророков И так далее И хотя многие люди Знакомы с этими Историями Но до сих пор Нет ни одной страны Нации Или группы Которая бы широко Пропагандировала Человечность И моральный характер Этих древних Святых И мудрецов Примеры Их поклонения Богу Или даже Проявленное Ими Богобоязненное Сердце Будь то В обществе В масштабах Всей нации Или просто Среди людей Ни одна страна Нация Или группа Этого не делает Даже в странах Где христианство Является Государственной Религией Или в странах С преимущественно Религиозным Населением До сих пор Не почитают Человеческий Характер Этих Древних Святых И мудрецов И не уделяют Должного Внимания Записанным В Библии Историям Об их Страхе Перед Богом И покорности Богу На какую Проблему Это указывает Развращенное Человечество Опустилось До такой Степени Что люди Испытывают Отвращение К истине И позитивным Вещам Они поклоняются Злу Если бы Бог Лично Не говорил И не работал Среди людей Ясно Указывая Им Что позитивно А что Негативно Что правильно А что Нет Что красиво И хорошо А что Безобразно И так далее То Человечество Никогда Не смогло Бы Отличить Добро От зла А позитив От негатива С самого Начала Человеческого Рода И на протяжении Всей истории Человечества Эти Деяния И исторические Записи О явлениях Бога И Его Работе Передаются Из поколения В поколение В некоторых Странах И народах Европы И Америки Однако Люди До сих пор Не способны Отличить Позитивное От негативного Красивое И доброе От уродливого И злого Люди Не только Не способны Различать Они Также Активно И охотно Принимают Всевозможные Утверждения Сатаны Такие Как Изречение О моральном Поведении А также Его Неверные Определения И понятия О различных Людях Делах И вещах О чем Это Свидетельствует Может быть О том Что у людей Просто Отсутствует Инстинкт Самостоятельного Принятия Позитивного А также Различения Позитива И негатива Добра И зла Верного И неверного Правды И лжи Среди Людей Одновременно Господствуют Два Вида Явлений Из которых Одни Исходят От сатаны А другие От Бога Но в конечном Итоге В каждом Человеческом Обществе За всю Его Историю Слова Сказанные Богом И все То позитивное Чему Он Учит И что Разъясняет Человечеству Не почитаются Всем Человеческим Родом И даже Не становятся Основным Течением Среди Людей Не вызывают У людей Правильные Мысли И не Направляют Их К нормальной Жизни Среди Всего Сущего Сотворенного Богом Люди Неосознанно Подчиняются Различным Сатанинским Высказываниям Идеям И представлениям И живут Руководствуясь Этими Ошибочными Взглядами При этом Живут Они Так Не пассивно А Активно Несмотря На Сделанное Богом На Его Свершение В сотворении Всего Сущего И Управлении Им А также На Множество Слов Оставшихся Благодаря Божьей Работе В Некоторых Странах Несмотря На Определение Различных Людей Дел И Вещей Дошедших До Наших Дней Люди Все Еще Неосознанно Живут Под Властью Разнообразных Идей И Взглядов Которые Внушает Им Сатана Эти Разнообразные Идеи И Взгляды Внушаемые И Пропагандируемые Сатаной Господствуют Во Всем Человеческом Обществе Даже В Странах Где Широко Распространено Христианство При этом Сколько Бы Позитивных Утверждений Позитивных Идей И Взглядов Позитивных Определений Людей Дел И Вещей Не Оставил Человечеству Бог Выполняя Свою Работу Они Существуют Лишь В Отдельных Уголках Или Что Еще Хуже Сохраняются Лишь У Очень Небольшого Числа Представителей Национальных Меньшинств Остаются На Устах Лишь Немногих Людей Но Не Воспринимаются Людьми Как Положительные Ориентиры И Руководство В Жизни Исходя Из Сравнения Этих Двух Явлений А Так же Из Различного Отношения Людей К Негативным Явлением Исходящим От Сатаны И Позитивным Явлением Исходящим От Бога Можно Сказать, что Весь Род Человеческий Находится В руках Лукавого Это Факт И Он Несомненен Этот Факт Прежде Всего Означает Что Различные Сатанинские Идеи И Взгляды Управляют Руководят И Манипулируют Мыслями Образом Мышления И Отношением Людей К Другим Людям Делам И Вещам И Даже Ограничивают Их На Протяжении Всей Истории Человечества Независимо От Эпохи Или Периода Будь то Относительно Отсталая Эпоха Или Экономически Развитая Эпоха Наших Дней Во всех Регионах Странах И Группах Людей Способы Существования Основы Бытия И Взгляды На Отношение К Другим Людям Делам И Вещам Основываются На Различных Идеях Внушаемых Людям Сатаной А Не На Словах Бога Это Очень Прискорбно Бог Приходит Чтобы Выполнить Свою Работу И Спасти Человечество В Ситуации Когда Люди Настолько Глубоко Развращены Сатаной Что Их Мысли И Взгляды Их Восприятие Любых Людей Дел И Вещей Их Образ Жизни И Взаимодействие С миром Полностью Ограничены Идеями Сатаны Можно Себе Представить Насколько Тяжела И Трудна Божья Работа По Спасению Человечества В Таких Условиях Что Это За Условия Он Приходит Чтобы Совершать Свою Работу В Условиях Когда Сердца И Умы Людей Уже Давно Полностью Пропитаны И Ограничены Сатанинскими Философиями И Сатанинским Ядом Он Приходит Совершать Свою Работу Не В Таких Условиях Когда У Людей Нет Никаких Идей Или Взглядов На Других Людей Дела И Вещи А Когда У Них Все Это Есть Но При Этом Их Взгляды Образ Мышления И Образ Жизни Уже Основательно Введены Сатаной В Заблуждение И Сбит Из Пути То есть Бог Приходит Чтобы Выполнить Свою Работу И Спасти Человечество В Условиях Когда Люди Полностью Приняли Идеи И Взгляды Сатаны Когда Эти Сатанинские Идеи Наполняют Пропитывают Ограничивают И Контролируют Их Именно Таких Людей Спасает Бог И Это Показывает Насколько Трудна Его Работа Бог Хочет Чтобы Такие Люди Пропитанные И Скованные Сатанинскими Идеями Заново Осознали И Научились Различать Позитив И Негатив Красоту И Уродство Правильное И Неправильное Истину И Злые Заблуждения И Наконец Достигли Точки Когда Они Смогут Возненавидеть И Изгнать Из Своих Сердец Все Разнообразные Идеи И Заблуждения Внушенные Им Сатаной И Тем Самым Принять Все Правильные Взгляды И Правильные Образы Жизни Исходящие От Бога Вот В чем Конкретный Смысл Божьего Спасения Человечества Какой Бы Период Не Переживало Человечество Какой Бы Стадии Развития Не Достигло Общество И Каков Бы Ни Был Общественный Строй Будь То Феодальная Диктатура Или Демократия Все Это Не Отменяет Того Факта Что В Человеческом Обществе Процветают Различные Идеологические Теории И Изречения О Нравственном Поведении Пропагандируемые Сатаной В Любом Обществе От Феодализма До Наших Дней Несмотря На То Что Время От Времени Меняются Масштабы Принципы И Методы Правления Численность Различных Этнических Групп Рас И Различных Религиозных Общин Яд Разнообразных Изречений Традиционной Культуры Которые Сатана Внушает Людям Продолжает Распространяться Глубоко Укореняясь В сознании И В душах Людей Управляя Их Образом Жизни Влияя На Их Мысли И Отношения К Людям Делам И Вещам Конечно Конечно Этот И История Существования Человеческого Рода И Их Доминирующее Положение И роль Среди Людей Не Менялись Ни в Какой Период И Ни в Каком Социальном Контексте Неважно В Какую Эпоху Правит Тот Или Иной Государь Прогрессивен Он Или Консервативен Является Ли его Правление Демократическим Или Диктаторским Все Это Не Может Уменьшить Или Искоренить Влияние И Идей И Взглядов Традиционной Культуры Которые Вводят Людей В Заблуждение Независимо От Исторического Периода Или Этнической Группы В Какой Бы Степени Не Развивалась И Не Менялась Вера Людей Как Бы Не Прогрессировали И Не Менялись Их Представления О Жизни И Социальные Тенденции Влияние Изречений Традиционной Культуры О Нравственном Поведении На Мышление Людей Оставалось Неизменным И И Их Воздействие На Людей Никогда Не Ослабевало С Этой Точки Зрения Изречения О Нравственном Поведении Слишком Глубоко Ограничивая Мышление Людей Оказывают Огромное Влияние Не Только На Отношения Между Людьми Но И На Отношения Людей К Истине А Также Серьезно Затрагивают И Разрушают Отношения Между Сотворенными Людьми И Создателем Конечно Можно Также Сказать Что Сатана Использует Идеи Традиционной Культуры Чтобы Искушать Вводить В заблуждение Одурманивать И сковывать Созданный Богом Род Человеческий И Пользуется Этими Методами Чтобы Увести Людей От Бога Чем Шире Будут Распространяться Среди Человечества Идеи Традиционной Культуры О Нравственном Поведении Чем Глубже Они Укоренятся В сердцах Людей Тем Дальше Люди Будут От Бога И Тем Отдаленнее Будет Надежда На Их Спасение Подумайте До того Как змей Искусил Адама И Еву Съесть Плод С дерева Познания Добра И зла Они Верили Что Бог И Егова Их Господь И Отец Но Когда змей Искушая Еву Сказал Подлинно Ли Сказал Бог Не Ешьте Ни От Какого Дерева В Раю И Не Обязательно Умрете Но Знает Бог Что В день В Который Вы Вкусите Их Откроются Глаза Ваши И Вы Будете Как Бог Знающий Добро И Зло Адам И Ева Поддались Искушению Змея И И Их Отношения С Богом Тут же Изменились Какие Изменения Произошли Они Уже Не Представали Перед Богом Нагими А И И И И И И И Прикрыться И Заслониться И Избегали Света Божьего Присутствия Когда Бог Искал Их Они Прятались От Него И Уже Не Говорили С Ним Лицом К Лицу Как Прежде Это Эта Перем Перемена Произошедшая В Отношениях Адама И Евы С Богом Произошла Не Потому Что Они Съели Плод С Дерева Познания Добра И Зла А Потому Что Слова Сказанные Змеем Сатаной Внушили Людям Неверный Образ Мыслей И Скусили Их И Ввели В Заблуждение Заставив Их Сомневаться В Боге Отдаляться И Скрываться От Него В Результате Люди Более Не Хотели Созерцать Свет Божьего Присутствия Не Желали Представать Перед Ним В Неприкрытом Виде И Между Людьми И Богом Возникло Отчуждение Почему Возникло Это Отчуждение Оно Возникло Не Из-за Изменений В Окружающей Среде И Не С Течением Времени А Потому Что Изменились Сердца Людей Как Изменились Сердца Людей Люди Изменились Не По Собственной Инициативе Скорее Это Произошло Из-за Слов Сказанных Змеем Который Посеял Разлад В Отношениях Людей С Богом Отдалил Их От Бога Заставил Их Избегать Света Божьего Присутствия Сторониться Его Заботы И Сомневаться В Его Словах Каковы Были Последствия Таких Изменений Люди Уже Были Не Такими Как Прежде Их Сердца И Помыслы Уже Не Были Так Чисты И Они Уже Не Воспринимали Бога Как Бога И Как Того Кто Им Ближе Всего А Наоборот Сомневались В Нем И Боялись Его Отдалялись От Него Стремились Спрятаться И Держаться От Него Подальше Что И Стало Началом Грехопадения Человечества Начало Грехопадения Человечества Положили Слова Произнесенные Сатаной Слова Ядовитые И Скушающие И Вводящие В заблуждение Мысли Внушенные Людям Этими Словами Вызвали У них Сомнения Непонимания И Подозрительность По отношению К Богу Отдалив Их От Него Настолько Что Они Не Только Не Желали Смотреть Богу В Лицо Но Хотели Спрятаться От Него И Даже Перестали Верить В То Что Он Говорит Что Сказал На Это Бог Бог Сказал От Всякого Дерева В Саду Ты Будешь Есть А От Дерева Познания Добра И Зла Не Ешь От Него И Бо В день В Который Ты Вкусишь От Него Смертью Умрешь В То же Время Сатана Сказал Что Люди Съевшие Плод С Дерева Познания Добра И Зла Не Обязательно Умрут Из-за Слов Сатаны Вводящих В Заблуждение Люди Начали Сомневаться И Отрицать Слова Божьи Поможет Защищать Людей И Заботиться О Них Перестав Верить Во Все Это Люди Больше Не Желали Принимать Божью Заботу И Защиту И Конечно же, больше не хотели принимать ни единого слова из уст Божьих. Грехопадение человечества началось с искушающих слов сатаны, с идей и взглядов, которые сатана внушил людям. Конечно, оно началось из того, что сатана искушал людей, вводил их в заблуждение и сбивал с пути. Под влиянием этой идеи и взглядов, внушенных людям сатаной, они перестали верить в Бога и в Его слова, начали сомневаться в Боге, неправильно понимать Его, относиться к Нему с подозрением, прятаться и отдаляться от Него, отрицать Его слова, отрицать саму Его идентичность и даже то, что люди происходят от Бога. Вот так сатана шаг за шагом искушает и развращает людей, нарушая и ломая их отношения с Богом, а также не давая людям представать перед Богом и принимать любые слова из Его уст. Сатана постоянно препятствует желанию людей искать истину и принимать слова Бога. Бессильные противостоять сатанинским речам, люди неосознанно подтачиваются ими и пропитываются ими, и в конце концов опускаются до такой степени, что становятся врагами и антагонистами Бога. В этом и заключается влияние, которое оказывают на человечество изречение о нравственном поведении, и именно такой вред они наносят. Конечно, общаясь на эти темы, мы также анализируем их основы, чтобы люди могли получить фундаментальное понимание того, как сатана развращает человечество и какие методы он использует. Основная тактика сатаны по развращению человечества состоит в том, чтобы воздействовать на мысли и взгляды людей, разрушать отношения между людьми и Богом и постепенно, шаг за шагом, отвращать их от Бога. Изначально, услышав слова Бога, люди поверили в их верность и хотели действовать и поступать в соответствии с ними. Именно в этой ситуации сатана, используя всевозможные идеи и слова, постепенно разъедал и разрушал ту единственную крохотную веру, решимость и стремление, которые были у людей, а также те немногие и робкие позитивные взгляды и желания, которые они сохраняли, подменяя их своими изречениями, своими определениями, мнениями и представлениями о различных вещах. Таким образом, люди невольно оказываются во власти идей сатаны, становятся его пленниками и рабами. Разве не так? На протяжении всей истории человечества, чем глубже и основательнее люди принимают идеи сатаны, тем сильнее люди отдаляются от Бога. А значит, посыл о том, что люди — сотворенные существа, а Бог — создатель, становится все более далеким, и все меньше людей верят в Него и признают Его. Наоборот, этот посыл считается мифом и легендой, несуществующим фактом и порочным заблуждением, а некоторые люди в современном обществе даже осуждают Его как ересь. Надо сказать, что все это — результат и следствие различных порочных сатанинских заблуждений, широко распространяемых среди людей. Следует также сказать, что на протяжении всей истории развития человечества сатана, прикрываясь такими позитивными делами, как обучение людей, регламентация их слов и поступков и т.д., шаг за шагом увлекал человечество в пучину греха и смерти, уводя его от света Божьего присутствия, от Его заботы и защиты, от Его спасения. В библейском Ветхом Завете записаны рассказы о том, как посланники Бога приходили к людям, говорили с ними и жили среди них, но в последние две тысячи лет такого не происходило. Причина в том, что среди всего человеческого рода больше нет никого, подобного древним святым и мудрецам, о которых говорится в Библии, Ною, Аврааму, Моисею, Иову или Петру, и все человечество пропитано и связано сатанинскими идеями и высказываниями. В этом суть проблемы. То, о чем мы только что беседовали, является одним из аспектов сущности изречений традиционной культуры о нравственном поведении, а также обозначает, доказывает и символизирует развращение человечества сатаной. Если смотреть с этой точки зрения, то все без исключения люди, будь то маленькие дети или старики, в каком бы социальном классе они ни жили и из какой бы социальной среды ни происходили, находятся в плену сатанинских речей, не различая даже степени их глубины, а их существование полностью пропитано сатанинскими идеями. Что же является неоспоримым фактом? То, что сатана развращает людей. Причем он развращает не различные органы людей, а скорее их мысли. Развращая мысли людей, он настраивает все человечество против Бога. Так что созданные Богом люди не могут поклоняться Ему, а вместо этого используют всевозможные сатанинские идеи и взгляды, чтобы восставать против Бога, противиться Ему, предавать Его и отвергать. В этом состоят амбиции и коварный план сатаны. И, конечно же, это истинное лицо сатаны. И именно так сатана развращает человечество. Однако, сколько бы тысяч лет сатана не развращал человечество, сколько бы фактов не указывали на развращение человечества сатаной, какими бы искаженными и абсурдными ни были идеи и взгляды, которыми Он развращает человечество. И как бы сильно эти идеи и взгляды не ограничивали человеческие мысли. Словом, несмотря на все это, когда Бог приходит совершить свою работу по спасению людей и когда Он выражает истину, даже если люди живут в таких условиях, Бог все равно может освободить их от власти сатаны и покорить их. И, конечно же, Бог все равно может заставить людей понять истину в Его суде и обличении, познать сущность своей развращенности и истину о своей развращенности, избавиться от своего сатанинского характера, покориться Ему, убояться Его и удалиться от зла. Это и есть конечный результат, который неизбежно будет достигнут, а также тенденция, благодаря которой шеститысячелетний Божий план управления непременно осуществится, и Бог явится всем странам и народам во славе Своей. Как гласят слова Божьи, Бог держит Слово, и Его Слово свершится, и то, что Он совершает, длится вечно. Эти слова истинны. Вы верите в это? Это факт, и это обязательно произойдет, потому что последний этап Божьей работы это дарование истины и жизни человечеству. За короткий промежуток времени, чуть более 30 лет, многие люди предстали перед Богом, были покорены им, и теперь следуют за ним с непоколебимой решимостью. Они не хотят никаких благ от Сатаны. Они готовы принять Божье обличение и суд, а также Его спасение, и все они готовы вновь занять свое место сотворенных существ и принять господство и обустройство Создателя. Разве это не знак осуществления Божьего плана? Это установленный и уже свершившийся факт. И, конечно, это то, что происходит сейчас и что уже произошло. Как бы Сатана не развращал человечество и какие бы методы не использовал, у Бога всегда найдутся способы вырвать людей из-под власти Сатаны, спасти их, вернуть к себе и восстановить отношения между человечеством и Создателем. В этом заключается всемогущество и власть Бога. И верите вы в это или нет? Но этот день рано или поздно наступит. Субтитры создавал DimaTorzok